Посмотри мне в глаза. А ты красавчик. А теперь посмотри на вот этого парня в лайфленте на сайте epicloot.ru Это просто парнишка, который выбил аркану с 70% шансом. На его месте легко можешь оказаться ты. Ты можешь пооткрывать самые разные сундуки на главной странице. Например, фармаркан за 50 рублей. Или какой-нибудь голден кейс за 150 рублей с шансом выбить вот эту золотую тамбу за 11 тысяч рублей. Или пойти в апгрейды и попытать счастье там. Но это не важно. То, куда ты пойдешь, это лишь твой выбор. А важно то, что перед этим тебе нужно использовать вот этот промокод на 15% к балансу. Чтобы окуп был еще приятней. Ну и конечно же, использовав его, ты поможешь автору канала. Ссылочка на сайт и промо будут в описании к этому видео. Удачи! Я, блять, просыпаюсь в теплом поту, потому что жарко. Просыпаюсь от того, что 28 градусов. Только от этого такое ощущение. Сейчас приду. Вот так-то лучше. Здарова, Артасыч. Играл в игру Аверлот? Там ещь прихвостнями управлять надо. Если играл, то как тебе. Зацени микропукича видос 12 сек. Ссылка удалена. Удачного стрима. Я проснулся в холодном поту. Жадно ловяртом воздух. Себя прийти удалось не сразу. Пионер должен быть всегда чистый опрятен. Вот так-то лучше. Стремит аутер Варлдс 5 дней подряд из-за жары. Не стремит Белли из-за той же жары. Ну, конечно. Да, я. Ну, да, я. Ну, да, я. Да, я. Да, да, я. Да, я. Да, я. Смотрите, правда, было особо не на что, но даже при этом я пристально уставился на девочек. И могу одного понять, почему в этой игре нет сосков. Сложно. Во, почему? Где соски в этой игре? Что за хрень, блин? То есть, вот это вот, ну, оно выглядит настолько... Конкретно вот эта рисовка выглядит настолько уебищно, анимешно, что прям вот, ну, лицо Алисы, отсутствие сосков. Вообще как-то, ну... Ну, уебищная рисовка вот здесь. Конкретно здесь реально уебищная. Даже близко... Ее даже нельзя назвать отдаленно эротической, потому что оно просто... Они не похожи на реальных людей. Это несерьезно. Рассмотреть что-либо проблематично, потому что ни на чего не нарисовано. Я поддался вперед и споткнувшийся камень вывалился из кустов. Пропустим цей кринж. Ты! Ты! Нужно решить, что же делать дальше. Так, куда я ходил в прошлый раз? По-моему, в прошлый раз я ходил в столовую. В минпункте точно не ходил. По-моему, я пошел в столовую. Вот так-то лучше. Ну что, в столовую? Мои в кружки пойти? Есть соски. Просто ты, титаны, никогда не узнаешь, как они выглядят. В кружки я точно не пошел в прошлый раз. Я пошел, по-моему, в столовую. Ну что в столовую было, я так и не вспомню. По-моему, в прошлый раз ходил в столовую, но я не помню там ничего интересного. Maybe было, но я не помню, блин. Ладно, короче, идем в кружки. Этого, по крайней мере, не было. Новый кентинт. Есть хотелось просто безумно. Я всегда трепетно относился к своему здоровью. Но трепетнее всего в те моменты, когда становилось уже совсем не в моготу. Изнутри доносились крики. Я прислушался, но ничего разобрать не мог. Это откуда тут взялось? Отдай! Не отдам! По комнате носилась Ульянка, держа в руках моток проволоки. А с ней бегал Шурик. Ребят, мне как-то даже неудобно вас прерывать, но... Отдай! Они не обратили на меня ни малейшего внимания. Не отдам! Увеличенный в погоне Шурик проскочил мимо меня, чуть не сбив с ног. Эй! Ульянка весело смеялась и нарезала круги по комнате. Интересно, зачем эта проволока вообще сдалась? Бля, ну... Такие ботки проволоки мне тоже в детстве нравились. Ну, типа, они прикольные. В плане взять их в руки, они прикольные. Ощущаются. Они кажутся чем-то ценным. Тем временем, руководитель кружка кибернетики, еще вчера казавшийся безумным, выглядел вполне нормально. Вот так-то лучше! Можно даже сказать свежо. Если бы ты мог изменить, добавить новое, переделать существующее. Что-то одно в БП с точки зрения механики игры. Чтобы ты изменили. Все? В целом, интересует именно сейчас. Но можно и вообще... Да, блин, ну, ты так говоришь, будто бы это какая-то полноценная, прям, идеальная игра. Чтобы я изменил? Ну, чтобы, во-первых, не заставляли... Ну, если они хотят сделать игру длиннее, пусть делают длиннее. Зачем заставлять перепроходить? Зачем это делать, типа, как часть игры? Как минимум, это изменил бы дальше, ну, разумеется, сделал бы адекватные выборы, чтобы понятно, к чему она ведет. А то, получается, тут не только реиграбельность, ну, типа, нужна для сюжета, так она еще и, ну, нужна, потому что выборы все абсолютно рандомные. И ты никогда не можешь знать, к чему ведет тот или иной выбор, потому что они все абсолютно случайные. То есть ты выбираешь что-то, на самом деле ничего не выбираешь. Ты случайно клацаешь кнопки, по факту. Я же объяснял это на первом прохождении. То есть вот эти две вещи изменил бы. Но это вряд ли помогло бы ему поймать Ульянку. Ульянку она была меньше, изворотливее, быстрее, наконец. Вот так-то лучше. А знаешь, что еще прикольно брать в руки, что кажется ценным? После стрима покажи. 500 рублей. Вот. И вполне могла загонять его до изнеможения. Эй! Вот так-то лучше. Что это было? Да ладно вам, работяги. Он даже с тысячи попытки на Титана проид от судьбы Нюдж. Вторая последняя. Ульянка больше шансов заполучить славю, чем упать за лупача. Бля, ебаный тупой даун. Это пиздец просто. Это просто... Это настолько кринжево. Только что как раз говорили про то, что в игре рандомные буквально, ну, все события, выборы. В конце концов эта ситуация мне порядком надоела. Я ловким движением выхватил проволоку у Ульяны. Отдай! Отдай! Обиженно закричала она. А вот и нет. Хватит хулиганить. Я поднял проволоку над головой так, что Ульянка со своим ростом никак не могла достать. Спасибо. Ну и ладно. Она фыркнула и отвернулась. Да зачем тебе она вообще? Не твое дело! Ульяна хитро посмотрела на меня. Хочешь, я всем расскажу, что ты... Я зарал ее рот рукой и подошел к выходу. Ничего не знаю. По факту ты за нами подглядывал. Ай-яй-яй. Что же подумает Ольга Дмитриевна? С одной стороны, мне было абсолютно наплевать, что про это скажет вожатая, но с другой все против меня. В моем положении в подобной ситуации попадать не стоит. Ладно, может мы как-нибудь договориться сможем. Помню, первый раз у меня тут такой был сложный выбор. Тогда я же не знал, что в этой игре, судя по всему, ты не можешь за одно прохождение получить сразу двух девок. Или, по крайней мере, там быть с какими-то... Ну, с хорошими отношениями с некоторыми девками. Я же того не знал. Тут, судя по всему, как я понимаю, в этой игре тебе нужно делать абсолютно идеальные выборы только в пользу одной девки. Это при том, что выборы все рандомные. Судя по всему, пока ты игру не пройдешь раза три, то без гайдов это вообще невозможно. Ну, как минимум раза два. Хотя у меня в этот раз получилось лучше, чем в прошлый, точно. В этот раз сама Славя пошла в подземку. Нам надо бы разделиться, так быстрее управимся. Да, наверное. Но корзинки-то только две. Робко заметила Лена. Да, точно. Это я не доглядела. И как мы разделимся? Пойди со Слави в АФК. Мне не хотелось бродить с одному. Я надеялся, что Славя составит мне компанию. Но спросить не решился. Потому что ты... Долбоеб. Одна корзинка у меня, одна у вас. Все очевидно. Нет. Давай я с тобой пойду. С Славя улыбнулась. Давай. Идем. Внимательнее. Целая россыпь земляники осталась позади. А, да. Извини. Ничего. Да, хороший трек. Знаете, что я заметил? Для меня отдых... Для меня отдых... Это когда я... Я заметил вообще в целом по жизни. Последние тем более где-то лет так 5-6. Для меня отдых это когда я, короче, никак не контактирую с людьми. Вот вообще. То есть... Не важно, чем я занимаюсь. То есть на самом деле. Сижу за компом или лежу просто. Или физкультурой занимаюсь. Для меня отдых... Это когда я просто как-то вообще не контактирую с людьми. Потому что когда я нахожусь с каким-то человеком рядом. Или если даже буквально по интернету с кем-то разговариваю. Ну как? Ну, стрим, понятное дело, в счет. Или там прям как-то разговаривать с кем-то, блин. Ну не знаю, там... Созвон какой-то. Или активный чат. Это уже для меня не отдых. Я не могу отдыхать, когда я, блядь, с кем-то хоть как-то контактирую из людей. Я не чувствую, что я отдыхаю. Если я чувствую, ну... Не отдыхающим, короче. Я могу только отдыхать, когда я один. Иначе я не могу отдыхать. Я не способен просто. Судя по всему. Вы заметили, что в этой игре у Слави больше всего каких-то уникальных или около... Или редких, ну, вот этих вот эмотов. Так сказать. У Слави они самые редкие. Вот, допустим, такое. Это буквально я его один раз за игру видел, правильно? Привет. Это и твоя единственная концовка. Я на протяжении многих стримов создавал иллюзию, что ты можешь выйти на Славию. Но, похуй все вам. Если я был казуалом, как вы, я мог бы на первом стриме выйти на кого захочу. Правильно? Да, потому что, ну, открыл бы гайды, руты и прочие хуюты. Фу, аж противно даже, блин, звучит слова эти. Вот эти вот слова гайды, руты, аж противно. Как будто, как будто, я не знаю, когда произнес, хочется рот с мылом помыть. Хуже мата. Через пару минут она вернулась с небольшой тележкой. Я поставил на нее мешок. Спасибо. Не за что. А вот так-то лучше. Рот с мылом тебе хочется помыть после меня. Жду тебя в мастерской. Целую песню. Мы будем есть хлеб. Засовывать тебе в жопу Твикс. Чел, ну, бля. Чел. Где, где фантазия? Просто какая-то рандомная, тупая, хупоебень гейская. Опачки. Плюс сам. Чел, ты должен покраснеть и уставиться себе под ноги. Вот что ты должен сделать после такого доната. Ты должен покраснеть и вот так вот встать. В угол вообще станет. Вот зайди вот просто в угол комнаты, встань и стой там, блядь. Пока я не разрешу. Сделай громко звук на стриме. Пока я не разрешу тебе из угла выйти. Стой там, сука. Только тогда я тебе позволю сделать next донат. Со своей кринжатурой. Это было раньше? Разговор меня совершенно не интересовал. Так как я устал настолько, что не имел никакого желания, как бы то ни было, классифицировать внешние раздражители. Так я только одному челу, я только одного чела в угол ставил. Остальные можно выйти, пока. Пока что. Вот так-то лучше. Это конечное прохождение. Конечное. Сейчас или вообще. Будешь ли троить словесными? Что значит троить, блядь? Будешь ли твои усилия титаническими? 2 плюс 2. Троить. Что значит троить? Бля, о, великие силы. Я не могу с них формулировать. Я просто играю в игру, которая... Не слушай никого и проходи, как знаешь. Только не отрицай, что ты гомосекуциалист. И смотри, как пройти на концу. Чел, в угол. В угол. В угол. Что я хотел сказать? Что я хотел сказать? Вот так-то лучше. Попечь. Разреши мне. Ну, рядовой вадик. Пожалуйста, уже выйти из угла. Так как я стою тут с нашего прошлого жаркого секса. Я заебался скипать донаты. Вы что, рофлите? Ребята! В честь чудесного спасения нашего друга и товарища Шурика, мы приготовили для вас этот торт. Ульяна! Это уже переходит все границы! Я... Я... Действительно, такое поведение, это перебор даже для нее. В разговор или трибунал вмешался Шурик. Да ладно вам, Ольга Дмитриевна, раз уж торт мою честь, то ничего страшного. Он замялся. Неважно! Ажатая повернула в сторону Ульяны. А ты? Тебя я сегодня накажу по-настоящему, чтобы в следующий раз знала. Радь бога! Она фыркнула и отвернулась. Сегодня с нами в поход не идешь. Да больно надо было. Я бы с удовольствием поменялся с ролями с Ульянкой и не пошел бы в поход вместо нее. Но кто же знал. Так, это я все вспомнил. Что еще? Так, сегодня мы отправляемся в поход. Важным для любого пионера является умение прийти на выручку товарищу, протянуть руку помощи в трудную минуту. Просто спасти его в безвыходной ситуации, наконец. Всему этому нам с вами предстоит научиться. Идти будем парами. Так что, если вы еще не выбрали себе партнера, сейчас самое время. А почему я один иду? Ему понять. Я сходил в подземелье со славой, короче. Потом ягоды собирали. И потом еще один был выбор, который явно тоже не может быть минусовым. Почему я теперь один иду? Эта игра, блин, это вообще такой бред. Заставляет просто... Переигрывать ее. Лишь бы все сделать максимально супер идеально. Причем, ну, это такой бред, короче. Я пытаюсь вспомнить, что это за момент. Почему здесь нельзя посмотреть, блин. Я случайно нажал Ctrl, когда донат пришел. Вместо Alt-Tab я нажал Ctrl-Tab. И оно проскипало до этого момента. Я пытаюсь его вспомнить. По-моему, я тогда нажал, попытаться узнать, о чем спорят Лена и Алиса. Но у меня герой так и остался сидеть на месте и не встал. По-моему. Да, он так и остался сидеть на месте. Это такой бред. Тут как будто такое ощущение, что поведение главного героя... Как можно... Хорошо, но это еще не все. Отличного настроения и спасибо за стрим. Так, я просто смотрел на огонь. Семен, тебе не кажется, что ты расслабился слишком рано? Что мне еще нужно сделать? Короче, от рандомных выборов зависит поведение главного героя. Почему он постоянно ведет себя так... Вот эти вот его поведения, то есть вообще непонятно. Вот так-то лучше. Я был абсолютно уверен, что со Слави ВС в порядке. Поэтому решил никуда не ходить. Бля, ты вначале проиграл Лени, плюс сходил на футбольное поле. Этим поднял у нее 2 балла. Для Слави нужны были другие варианты. Тебе до Слави 1 балла не хватило тупо. А я тут при чем, если это рандомные выборы, если я выбирал, ну, основываясь на предыдущем прохождении и не делая ошибок. Я тут при чем? Я же ошибок не делал. Ну, то есть я тут при чем, блядь. Я тут при чем? Ну, то есть как такое может получаться, да, что... Ну, это просто супер нереалистично. Ты же даже... Если в прошлом прохождении можно сказать, что ты как-то там ее обидел, когда спросил про... Опять же, спросил про то, чего ты не знал. То в этом прохождении даже отдаленно ничего подобного не было. Ну, короче, это настолько тупо, эти рандомные выборы. Да что, ну, тупо просто. Заставляю переигрывать бесконечно. Ну, так неинтересно. То есть переигрывать до тех пор, пока ты не будешь все знать совершенно точно. Чем это отличается от гайдов? Так интерес пропадает. Даже второй раз в любом случае играть уже далеко не так интересно, как первый. Чего вам? Устала спросил я. Не грусти. А что еще остается? Вот так-то лучше. Ну, теперь зато ты точно знаешь, как выйти на Лену. Чел, бля... Ты прослушал все, что я только что говорил. Если бы я хотел бы что-либо точно знать, я бы, как вы, казуалы, играл бы с гайдами. Но так неинтересно. Я просто хотел играть, ну, просто вот, ну, типа, прожить еще раз сюжет. А не выходить на что-то, блядь. Делать что-то. Ну, да, я почти все то же самое делал, что и в прошлый раз. Кроме некоторых моментов. Короче, получается, судя по всему, что я просто не поубирал... Думаете, как это тупо? Я не поубирал площадь со Славей. Потому что я пошел на концерт, который... Ну, не концерт, а на то вот выступление Алисы, которое заняло почему-то полдня. Только поэтому, типа, игра, ну, рунится или что? Ну, это же бред. Это же настолько все нереалистично и тупо. Ну, вообще, ну, нелогично. Вот эти выборы, они совершенно ни к чему не ведут. Ну, то есть, они... У них импакт странный. Вау, поубирали вместе площадь. Ну, это должно что-то зарешать. Вау, все. Родственные души. Вот так-то лучше. Почему нереалистично? Ты выбрал пойти на поле и скипнуть... Откуда я знаю, что я скипаюсь? Я... В жизни тоже так бывает, что ты в какое-то место и случайно пропускаешь какие-то события в жизни. Чел. Чисто потому, что не перискс и в с... Нет, в жизни совершенно по-другому. Если, допустим, эээ... Смотри, если два человека, допустим, хотят проводить время друг с другом в жизни, то, допустим, они один раз не пересеклись. Второй раз. Третий раз. Четвертый раз. Пятый раз. Шестой раз. Седьмой раз. Восьмой раз. Девятый раз. Хоть десятый, хоть двадцатый. Все равно они потом оба найдут, ну... Возможность пересектись. Это неизбежно, если оба хотят пересечься, если они хотят проводить время вместе. Ты что, не понимаешь, блядь? В том-то я пытаюсь объяснить, что как раз в жизни так не бывает, блядь. В смысле, и откуда я знал, что если я пошел на поле утром, то я не смогу поубирать площадь со Славей, то есть днем там или когда, или в обед, ну... Как пойти на поле может занять буквально шесть или семь часов? Даже... Вот так-то лучше. Сатинги игры настолько не заняло. Какой, блядь, сейф? Я не буду загружаться. Блядь, я больше не буду... Мне достали эти дурацкие советы, гайды, упреки какие-то дебильные, когда очевидно, что в игре рандомные выборы совершены. Мы об этом выяснили еще в первый стрим. И проще пиздец. Я не буду загружать сейф, и я не буду больше стримить эту игру. Это уже последнее прохождение. Смиритесь. Ульге Дмитриевне не терпелось придумать для меня какое-нибудь занятие. А работягам на донатерах не терпелось придумать для меня какой-нибудь гайд. Славию я так и не нашел. Может, стоит отправиться на поиски. Сейчас у снова будет АФК сидеть? С другой стороны, вспоминаю расстроенное лицо Ульянки. Мне становилось ее даже жаль. Пойти к Ульяне, просто сидеть, попытаться найти Славию. Смотрите, сейчас я нажму попытаться найти Славию, и он второй раз останется АФК сидеть. Я был абсолютно уверен, что со Славией все в порядке, поэтому решил никуда не ходить. Это же не донат, что он прислал такой. Так что, даже нет смысла дальше играть, потому что, получается, дальше будут все абсолютно идентичные выборы, которые были в первый раз. Единственное, что я могу только сделать, я могу просто ради интереса пойти в это-то. Какой я сделал выбор? Сегодня я не делал никакого критического выбора, я только хорошее делал. Вот так-то лучше. Батискафыч, все перепрохождения, даже максимально бездарные. Объясняются в конце. Это и есть весь смысл сюжета. Герои пытаются а-н количество раз достучаться до истины, пробуя все варианты. Герои... Нет, все проще. Герои просто долбоев, он уверен, что все... Скоро ты знаешь, как было бы в жизни, если ты из дома выходишь раз в неделю за картошкой в Макдонус. Ой, какие силы. Тебе виднее вообще, сколько раз я выхожу из дому. Вот так-то лучше. Худшая концовка даже с перепрохождением. Папани, как обычно, в своем репертуаре. О-о-о, гайда, 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 гайда. Ты не пошел на озеро со Слави, не убирал площадь, не пошел с ней в библиотеку. Откуда я должен знать? Надо было сбежать с уборки. Какие же вы, блядь, какие же вы... Минус эротиченская сцена, минус ламповый рут. Вот так-то лучше. Аж водород, а кислород, ц-углерод. Ладно, я... Я ебал твой рот, сдохни от спида. Какие невероятные долбоебы. Бля, папаня, как же ты плох в выборах. Плох в выборах? Не пошел в библиотеку? Там нету выбора идти в библиотеку. В скобочках, надо было сбежать с уборки в столовой. Так какого хуя я должен сбегать с уборки в столовой, если это противоречило бы... Ну, как можно проходить игру, делая выборы, которые противоречат всему тому, во что ты веришь? Зачем тогда вообще играть игру с выборами? Это же рандомная абсолютно тема. То есть сбежать с уборки в столовой, это значит пойти с ней в библиотеку. Откуда это знать? Я повторяю еще раз. Я не долбоеб, который играет с гайдами. Я лучше так поиграю. Пусть даже будет, ну, второе, буквально, получается такое же прохождение. И все, я устал слушать ваш... Блядь, ваше дерьмо вот это вот. Я больше не хочу, блядь, все, в пизду. В пизду вас, я закрываю. Все, конец. Я просто... Мне просто, блядь... Вы меня так доебали этой хуйней тупорылой. Какую вы же хуйню несете? Просто невероятно, бля. Какие же долбоебы. Челы буквально хотят, чтобы я, наверное, открыл... Вот я стримил через рабочий стол. Я бы открыл в одной вкладке в Википедию этого Бесконечного Лета. И делал выборы чисто, вот, шел строго по каким-то выборам. Зачем туда вообще играть, блядь? Зачем вообще начинать играть? Если ты сам даже... Какой интерес? Ёбаный рот, какие вы... Я просто охуеваю каждый раз. Челы меня... Челы на полном серьезе меня пытаются критиковать за то, что я просто... Эээ... Граю по-своему в игру. Я должен делать какие-то обязательно... Какие-то, блядь, определенным путем идти. Обязательно. Почему я должен, блядь, вообще что-либо... Просто, блядь. Гайз, мне вас жаль. Я никогда так в игры не играл и не буду играть. Идем в Тарков. Блядь. Ну, это, конечно, супер странно. Почему тогда... По какой логике она тогда со мной пошла в этот раз в Подземелье? Вот так-то лучше. Где логика? Виталя, это пиздец. Тебе нельзя стремить с сюжетной игры. Либо ставь донат от десятика минимум. Это просто пиздец. Какие же уебаны, тупоголовые тебя смотрят. Да я тоже в ахуе. Я просто поражаюсь. Как они вообще в игры играют? Я реально поражаюсь. То есть, эти все челы не способны получить удовольствие от прохождения игры любой сюжетной. Любая игра, где есть выборы, они просто не способны получить удовольствие. Они постоянно будут гуглить что-либо. Искать гайды. Искать, как там выйти на какую-то там нужную им концовку. А потом радоваться то, что они загуглили, как выйти на какую-то им концовку нужную. А потом радоваться этому. Еще, наверное, таким же долбоебам дружкам кидать скриншоты. Смотри, вот типа у меня получилось то, что я хотел. Ебать. Я так как все представлю, у меня хуево становится. Челы просто не способны получить удовольствие от жизни, грубо говоря. Папаня, не плачь. Но выбрал несколько раз не то, что надо. С кем не бывает. Просто смирись, что выборы это не твой конек. Смирись. Привет, папич, я тебя полностью поддерживаю. А теперь офай с позором. А теперь офай с позором. Да, сейчас офну погоди. Сейчас погоди, сейчас офну с позором. С позором. Да, я. Офай с позором, офай с позором. Ща умру, надо умереть, чтобы офнуть с позором. Нужно умереть сначала Нужно отлететь В алтыне В лвл 6 броне И с кучей С кучей пиздатых патронов Чтобы оффнуть с позором Нужно получить хэдшот И отлететь Как даун Тогда получится оффнуть с позором О бля У меня еще потеря этих Потеря бакетов Охуенно бля Охуенно сейчас поживимся Вот так-то лучше Не трахнул аниме девочку В аниме игре за два трая Как же ты жалок Интересно сколько трайв У тебя ушло в реале Ах да в реале же Нужно дать денег Да Особенно о твоей Ха-ха Ты понял кому Чел Кто более жалок Кто кто пытается Трахнуть аниме девочку Вымышленную через гайды Или тот кто Не думает о том Чтобы Трахнуть аниме девочку А вот так-то Просто играет в игру Которая ему понравилась Жалко не получилось Увидеть самую ламповую концовку Но что поделать Выборы в игре И правда не самые предсказуемые По результату По большей части Я могу получаться Максимум один фейл Признать то что Не поубирал со слави Но это не вебред Я же говорю Это не очень-то реалистично То есть В какой интересно Вселенной Может все зависит от того Пойдешь с девкой Поубирать площадь Типа там полчаса Прошел с ней Поубирал площадь Вот так-то лучше Это того все зависит Виталя Спасибо за то Что ты опять покормил 14.1 Преданных зрителей В количестве 10 тысяч Говном Это же выбор Без выбора Просто смирись Что выборы Не для Чел Смирись с тем Что ты дурак В любом случае Нужно загрузиться На какую-то карту И подождать Пока все выйдут А потом Об диких коцаться Аж водород А кислород Це углерод Я ебал твой рот Сдохнешь Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Да долбоеб Ты не обычный парень Ты обычный долбоеб Понимаешь Обычный долбоеб Долбоеб Который ничем не отличается От сотен тысяч Десятков тысяч Сотен тысяч Миллионов Других толбоёбов, которые несут хуйню какую-то Рандомную Какой смысл донатить сообщение, которое даже не запомнится? Я даже не смогу запомнить, что было в твоём сообщении Через сколько? Через уже пару минут я забуду Даже сейчас уже не помню точно Типа, аж водород Мне уже нужно почекать А, да, аж водород, о кислород, ц углерод Вот так-то лучше Спасибо за стрим В 7 дней лето до хуя выборов Что бы ты ни выбрал, будет сюжет по-другому Даже есть отображение ебучих баллов Отображение баллов? Забавно Надо почекать 7 дней лето Я для себя 7 дней лето по-любому почекаю Просто стримить пока что не охота Мне кажется, он настримился на ближайшее время бесконечного лета Не особо вижу смысла Может, потом как-нибудь Короче, я установлю 7 дней лето Я бесконечное лето из стима не удаляю Я установлю 7 дней лето после стрима Но стримить пока что не знаю Так-то лучше Есть смысл 7DL повторений от силы 5% Остальное новый контент и сам мод намного длиннее Ну круто значит, прикольно Прикольно Короче, почекаю, что это Как-то лучше Установлю точно Установлю после стрима 7 дней лето Но стримить пока не охота Даже вы мне говорите, что там дольше Хотя бы пусть жара пройдет Потому что на самом деле Ну, с этой жарой ебаной Когда каждый день по 29-30 градусов Что-то мне не очень охота будет Если проходить, грубо говоря, с нуля полноценно И все Ну, разговариваю постоянно То есть озвучивать Что я заебусь с такой жарой Привет, дорогой зритель Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео Спасибо за просмотр И держи твикс с хлебами Грейпфрутовый сок